Друзья, всем привет! Решил вам показать свое новое укрытие. Я уже предварительно снимал, как мы начали его шить для пальм. В данном укрытии можно спокойно пробовать выращивать пальмы даже в Москве и Московской области. Преимущество данного укрытия это его ветроустойчивость, то есть оно очень мало подвержено ветровой нагрузке. Очень хорошая воздухопроницаемость, то есть нет никаких запотеваний, никакого конденсата. В зимнее время спокойно дышит. То есть это своего рода мембрана. И в то же время очень хорошее удержание тепла. Сейчас вам покажу предварительно это укрытие, так как купол еще не сшитый. Будет точно такой же купол, сшиться только чуть-чуть больше. И на опору будет одеваться на листья. И таким образом будет пальма зимовать. Это укрытие у меня, наверное, 5 по счету. Очень длительный период я их разрабатывал, всякие разные. И пришел в данный момент к такому укрытию. Думаю, уже переделывать его не буду. Итак, смотрим. Одевается первый чехол. Это укрытие больше всего подходит для больших пальм. Одевается один чехол. Второй чехол одевается поверх первого. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы по мере роста пальмы мы могли спокойно регулировать, ничего не доделать. То есть это укрытие будет смещаться просто выше. Вот таким образом. Здесь совсем толстый слой. Получается, это 0,03 синтепон в каждом укрытии. Тут 0,06 выходит. А ткань, меня спрашивали же подписчики, это агроволокно 75 плотности. То есть это уже практически не продувается и в то же время очень хорошо дышит этот материал. Спокойно пропускает всю влагу, весь конденсат наружу. И очень хорошо удерживает тепло. Что-то замочек у меня в одном месте тут заедает. Теперь мы подтягиваем на самую... Нам самая главная задача укрыть вот эту часть пальмы. Это точка роста. Вот это место, если замерзнет, пальма может погибнуть. Вот поэтому самое главное укрыть верхнюю ее часть. В принципе, вот таким образом. Перехлестывается. Вот так вот верхняя часть. Следующая. Слишком сильно не затягиваем. Чем больше будет воздуха, тем теплее будет в укрытии. Но в то же время надо сделать так, чтобы ее ветром не снесло. Вот эту часть. То есть она под действием ветром не опускалась ниже. Вот так это перехлестывается. Все это дело. Вот тут не сильно, чтобы пальмем было тепло. Вот таким образом. И у нас практически все укрытие получилось вот такое плотное. Только снизу чуть тоньше и сверху. Данное укрытие ценовая политика. Смотрите. На материал и на работу, так как спамбонд агроволокно, это один из самых дешевых материалов, которые бывают. И в то же время очень эффективный. Уходит где-то тысячу работ и тысячу грубо материалов. Вот две тысячи одно укрытие. То есть здесь вот на четыре тысячи. Плюс купол примерно столько же обойдется. Итого шесть тысяч на одну пальму. И до четырех метров хватит по стволу ее укрывать. Потом дошивается такое же и одевается свыше. Греющий кабель одевается на ствол, наматывается. Это я потом покажу уже, когда буду финально закрывать пальму на зиму. Будет новое видео. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы увидеть это видео. Вот греющий кабель будет выходить где-то тоже в пределах двух тысяч. Итого где-то около восьми тысяч обойдется вам полностью укрытие на одну пальму. Если ее выращивать где-то в более холодном климате, данные пальмы произрастают в шестой климатической зоне. Здесь холодно бывает не так часто, поэтому земля сильно не промерзает у нас. Если эту пальму выращивать в более холодном климате, допустим, Москва-Подмосковье, обязательно делаем подогрев корней. Подогрев корней я уже давно придумал, испытал. Очень эффективная вещь. Могу вам показать, можете пройти по ссылочке, посмотреть, кто не видел, как это делается. Подогрев корней. Это очень эффективная вещь. То есть даже в условиях севера никогда не промерзнет это место. Также ставится терморегулятор. Также с греющего кабеля делается подогрев корней. Садится пальма и она спокойно растет. То есть бюджет еще увеличится. Там, грубо говоря, если самому делать, еще пусть это там 3000 стоит греющий кабель с терморегулятором еще одним. Итого обойдется, грубо говоря, 11000, если самому все это делать, заказывать. Укрытие полное для пальмы. На мой взгляд, это не так дорого, если хотите вот такую красоту выращивать. Допустим, в Подмосковье это будет очень экзотика для Москвы и Подмосковья за очень низкие деньги. Ну, плюс стоимость пальмы, конечно, там, смотря где будете покупать. Короче, это классное решение. Перенимайте опыт, садите. Будет прикольно посмотреть на пальмы в Подмосковье растущие. Это пальма, кто не знает, рахикарпус форчуна. Она очень спокойно растет в прохладном климате в летнем. Главное, чтобы минусы, больше минус 11 не было. При минус 11 у нее начинают страдать листья. То есть, это идеальная пальма, чтобы выращивать ее в холодном климате. Так что, перенимайте опыт. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Кому понравилось видео, ставьте обязательно лайки. И ждите следующее видео, когда я полностью буду укрывать эту пальму. Покажу, как работает это укрытие. Тот, кто еще не видел. Всем пока. Продолжение следует...